В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов провел бизнес-завтрак с руководителями крупных предприятий муниципалитета. Наши предприятия, рабочие места, это, естественно, и доходы муниципалитета. Видно, состоялась первая встреча Совета Отцов. В 2015 году был создан такой Федеральный Совет Отцов. Я, собственно, являюсь членом этого Федерального Совета Отцов. В Центре социального обслуживания населения Вера прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы. Эти коты шикарные, конечно. Она очень умеет подобрать ткань, красивые, и их можно подарить. На любой праздник. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко встретились с руководителями крупных предприятий, работающих на территории муниципалитета. За чашечкой чая они поговорили о том, чем живут и что волнует сегодня бизнесменов, и как администрация округа может помочь бизнесу. Встреча с руководителями предприятия началась с поздравления с юбилеем управляющего директора Москокса Сергея Билана. А затем слово взял временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Наши предприятия – это рабочие места. Это, естественно, и доходы муниципалитета. Здесь никто не скрывает себя, все это прекрасно понимают. Поэтому наша задача, чтобы вы не только ни в коем случае не думали о каком-то закрытии, сокращении и так далее, а чтобы вы думали о том, как расширяться. На встрече руководители предприятий смогли задать свои вопросы и рассказать о проблемах, в решении которых руководство муниципалитетом может помочь. Металлисты, да, дом 14, там огромная свалка, туда просто свозили все, сейчас вся ливневка, все, что там есть у нас, будет идти к нам на предприятие, потому что это ужасная тема, конечно, можно заразиться вот так, да, можно оттуда получить все, что можно, да, потому что все бытовые отходы. По всем проблемным вопросам, которые мы здесь сегодня услышали, также готовы сейчас включаться и в ходе объезда депутаты сейчас активно будут включаться в эти мероприятия, чтобы уже на контроль брать какие-то истории, связанные в том числе и с бюджетированием. Кроме того, поговорили о проходящей в муниципалитете вакцинации от коронавируса. Сам Дмитрий Оборелов полгода назад уже сделал прививку и посоветовал всем последовать его примеру. Главный врач ВРКБ Бутай Бутаев заверил присутствующих, что мобильные бригады готовы выехать на предприятия для вакцинации коллективов. Это достаточно хороший признак того, что нет осложнений, поэтому можно этого и не бояться. Можно, конечно, думать, вот мы слышим от людей то, что они там будут какую-то другую прививку, то и пиварку, еще какую-то. Но есть ли смысл ждать какую-то, тогда есть та, которая работает в каком-то муниципе. В конце встречи Дмитрий Оборенов сказал, что в ближайшее время планирует посетить каждое предприятие отдельно, чтобы познакомиться с коллективом, спецификой производства, обсудить проблемы, если они есть, и возможности их решения. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Очередь образовалась в коридорах амбулатории поселка Развилка. Здесь работает мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Люди, причем в основном пожилого возраста, пришли, чтобы получить прививку от COVID-19. По сравнению с прошлой вакцинацией, которая проходила 3 марта, увеличилось и количество тех, кто сделал заявку на приезд медиков на дом. Пообщался с некоторыми пациентами наш корреспондент Максим Козлов. Галине Григорьевне и Юрию Андреевичу послыхали нам под 90. Дата рождения 1933 и 1932 годы соответственно. Вопрос, привиться или нет, перед ними не стоял. В свои годы они ведут активный образ жизни и очень много общаются. Не было заболеваний? Да вроде не было. С утра, конечно, энергии больше, а к вечеру меньше. Перед прививкой обязательное собеседование с врачом. Он и о болезнях расспросит, и даст рекомендации, что нужно и не нужно делать после прививки. Внуки, дети, все ходят к нам. Ну, чтобы мы чувствовали себя хорошо. А потом я в соц. отдел хожу. И там с людьми тоже встречаюсь, в библиотеке встречаюсь, со всеми встречаюсь. Если выясняется, что никаких противопоказаний нет, врач дает направление на вакцинацию. Как выясняется, наши герои к такой процедуре привычные. Мы делали укол, прививки по вопросу гриппа. Каждый год. И вы знаете, как помогали эти врачи нам. Ни разу не болели. Вот так. Это очень хорошо. И сегодня тоже так пошли, чтобы не болеть. Сегодня врачи в Развилковской амбулатории работают в авральном режиме. Слишком много желающих собралось пройти процедуру вакцинации. Записалось на 9. А здесь вот народу много. А то сейчас идешь на улицу гулять или в магазины. Люди же разные все. Болеют. А зачем мне это надо-то? Поэтому я не хочу заболеть. Параллельно медики выезжают по адресам, чтобы вакцинировать тех, кому в силу возраста или проблем со здоровьем трудно дойти до амбулатории. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на вакцинации. Леонид Александрович и Тамара Кузьминична-Усольцевы тоже родом из 30-х годов прошлого века. Дома у пациентов процесс вакцинации полностью повторяет амбулаторный. Беседа с врачом. Затем прививка. 97 сатурации. Нормально. Не будете снимать? Число заявок от тех, кто хочет вакцинироваться на дому, также возросло. В прошлый раз врачи посетили 4 адреса. В этот раз нужно объехать уже 6 квартир. Кстати, для Читы Усольцевых это уже второй этап вакцинации. После первой прививки, кстати, как себя чувствуешь? Нормально. Очень хорошо. Никаких болезней, никаких температур, ничего не было. Медики отмечают, что жители все больше доверяют отечественной вакцине «Спутник Ви». Разница между посещаемостью первой вакцинации, которая прошла в амбулатории поселка Развилка 3 марта, и нынешней – внушительная. Первая вакцинация была 80 человек. Сегодня запланировано было 150, но уже получается, что 180. Примеров, наверное, много. Вакцинируется сейчас очень интенсивным образованием. То есть воспитателей и в тот раз было много, и сейчас много. Пенсионеры дают пример друг другу. И также вот поколение ветеранов. В ближайшее время в Развилковской амбулатории будет установлен новый современный холодильник для хранения вакцин. И тогда здесь откроется уже постоянный прививочный пункт. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. Неоднократно от жителей, которые пользуются электричками на станции Расторгуева, звучали жалобы на ненадлежащее состояние пешеходного моста через железнодорожные пути. В настоящий момент проход по данному сооружению закрыт. Мост был передан из федеральной собственности в муниципальную в прошлом году и перешел в оперативное управление муниципальной компании «Дорсервис». Цель этой передачи состояла в том, чтобы администрация муниципалитета имела юридическую возможность заняться ремонтом моста. Выявили там много недостатков, и все эти недостатки почти в ежедневном режиме подтверждаются жителями, которые постоянно звонят, пишут, обращаются и говорят о ненадлежащитном состоянии этого объекта. После приемки моста была создана комиссия, куда кроме представителей администрации муниципалитета вошли руководящие работники различных служб РЖД. После обследования объект был признан аварийным. Сейчас старый мост закрыт, а переход через железнодорожные пути осуществляется по другому пешеходному объекту, который был открыт в сентябре прошлого года. Я почти уверен, что будет принято единственное правильное решение о его демонтаже, разборке и вместо него поставить тот переходный мост, который будет соответствовать и облику города, и современной, комфортной, и люди смогут пользоваться им так, как надо. Стоимость таких работ – несколько сотен миллионов рублей. Для муниципального бюджета это не подъемная сумма. Администрация округа рассчитывает на помощь правительства Московской области. В скором времени начнется разработка проекта для уточнения плана стоимости и сроков проведения работ. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин вновь в передовых сводках новостей. Сегодня с утра жители развилки, которые пользуются проектируемым проездом 5541, не смогли выехать из поселка. В месте, где проезжая часть юридически принадлежит ЗАО, с утра начались земляные работы. Тему продолжим в нашем сюжете. Ремонта дороги жители развилки ждали очень давно. В первую свою рабочую поездку по муниципалитету временно исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов побывал именно здесь. Наметили планы, следуя которым за счет средств из внебюджетных источников в конце марта вместо ухабов должно будет появиться новое дорожное полотно. Неделю назад начались работы активные. Сегодня с утра из домовых чатов, из звонков, прям жители, молодые мамы, которые возят детей в сады, начали звонить, что приехали трактора ЗАО «Совхоз имени Ленина», перекрыли эту дорогу, препятствуют работам, вот, и начали перекапывать само полотно. Часть дороги, на которой расположились бульдозеры, принадлежит ЗАО «Совхоз имени Ленина». Но в настоящее время по данному земельному участку идут судебные процессы для того, чтобы выкупить его по кадастровой стоимости. И какие-либо работы пока здесь проводить без разрешительных документов нельзя. Мы приехали на место, посмотрели, велись работы ЗАО «Совхоз имени Ленина», земляные работы без ордера. На что мы обратились в полицию о том, чтобы проверили, есть ли у них ордер на земляные работы и имеют ли они право вести данные работы. Объяснить действия руководства ЗАО невозможно. Это было желание, прежде всего, показать силу и усложнить жизнедеятельность и жителей поселка Развилка. Потому что все прекрасно знают, что эта дорога всегда была. Жители этой дорогой пользуются. Сегодня, когда ЗАО «Совхоз имени Ленина» пригнали технику и стали перекапывать, рассказать всем, что они сейчас здесь установят забор, чтобы никто проехать не смог, прежде всего они подвели жителей, которые по несколько часов стояли в пробках, которые опоздали в школу, детские сады, на работу. Никакой логики в этих действиях нет. К слову, проектируемый проезд затрагивает не только территорию ЗАО «Совхоз имени Ленина», но никаких проблем с другими собственниками не возникает. Мы как малый бизнес только за то, чтобы у нас дорога была. Но чтобы она была в соответствии со всеми законодательствами и со всеми регламентами, которые предусмотрены нашей страной. Вот и все. Мы там не хотим никакого беспредела. Но пока начатые работы продолжить невозможно. А значит и момент, когда жители развилки смогут выезжать из поселка по хорошей дороге, откладывается. Что поделать? Хозяин – барин. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Как пелось в детской песне «Папа может все, что угодно». И это действительно так. В «Видном» состоялась первая встреча Совета отцов муниципалитета. Его участники объединились с важной целью сохранить традиционные семейные ценности и распространить идею ответственного отцовства. Совет отцов – это движение, которое призвано победить стереотип о небольшой роли мужчины в воспитании детей. Сегодня отделение организации существует в 71 регионе. В нашем округе идейным вдохновителем создания Совета выступил священник Дмитрий Березин. В 2015 году был создан такой Федеральный Совет отцов. Я, собственно, являюсь членом этого Федерального Совета отцов. И вот мы решили, что пора уже все-таки попробовать на территории Московской области это пилотный проект, создать такой Совет отцов. И дай бог, чтобы он здесь заработал. Во Дворце культуры собралось около ста человек. Все – активные папы муниципалитета. Представители родительских сообществ, школы, детских садов, депутаты, юристы, сотрудники правоохранительных органов. Цель у всех одна – сохранить традиционные семейные ценности и распространить идею ответственного отцовства. Наша задача – это менять вот эту ситуацию и создавать, не заставлять палкой гнать куда-то, а создавать условия, чтобы дети рвались куда-то, рвались на хорошие истории, которые, надеюсь, мы с вами сделаем. В ходе диалога участники собрания обсудили направление деятельности Совета, безопасность во дворе и на дорогах, духовно-нравственное развитие и наставничество. Встреча была первой, поэтому особое внимание было уделено знакомству. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко – отец четверых детей. Для него, как и для любого присутствующего родителя, важно, чтобы проект действительно заработал. Мамочки – это самая движущая сила, которая под одной идеей объединенной можно свернуть в горы. И вот если это у них получается, я уверен, что у нас варианта нет. У нас точно должно в нашем бодром мужском коллективе все сложиться, и все наши идеи, они обязаны воплотиться в жизнь. Очень рад, что появилась такая инициатива, создать Совет Отцов. Действительно, очень важная, полезная, нужная инициатива. И надеюсь, что действительно она заработает и будет привносить пользу по-настоящему и нашему обществу, и, конечно же, нашим детям. Первая цель Совета – создание локальных отделений при школах и детских садах, чтобы вовлечь как можно больше пап в активную деятельность. А вместе, как известно, можно и горы свернуть и доказать, что папа действительно может. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. 22 марта завершилась регистрация в волонтерские штабы по поддержке платформы для голосования за необходимые для жителей объекты инфраструктуры. Оно пройдет в рамках программы формирования комфортной городской среды. Более тысячи волонтеров в Подмосковье примут участие в этом масштабном проекте. Активисты будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение. Также с помощью добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе 50.город.среда.ру и проголосовать. Онлайн-голосование по выбору территории для благоустройства на 2022 год пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Будем ходить по улице с планшетом, подходить к гражданам случайным образом и их опрашивать с их согласия. Где мы хотим садик, где мы хотим парковку, где мы хотим детскую площадку. Принять участие в голосовании сможет каждый гражданин России старше 14 лет. Он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год. В Центре социального обслуживания населения Вера состоялась выставка-ярмарка под названием «Добрый свет». На ней были представлены изделия ручной работы участниц творческих клубов, работающих в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». На экспозиции побывала наша съемочная группа. На выставке «Добрый свет» было представлено около 150 творческих работ, созданных мастерицами во время домашнего режима. Стоит отметить, что это первая экспозиция в Центре Вера после пандемии. Конечно, это искусство, конечно, это развитие, это моторика, что в пожилом возрасте хорошо сказывается на здоровье, на организме. И способ познакомиться с новыми людьми, сказать о себе, заявить о себе. То есть вот такое мероприятие интересное, которое затеяли и проводят сотрудники нашего Центра соцразвития. Работы 25 участниц клубов декоративно-прикладного творчества, занимающихся по программе «Активное долголетие», выполнены в различных техниках. Автор текстильных кошек, которые пользовались особой популярностью посетителей Наталья Леонова, не смогла присутствовать на выставке. Но о ее работах рассказала руководитель клуба «Волшебная шкатулочка». Эти коты шикарные, конечно. Она очень умеет подобрать ткань, красивые. Их можно подарить на любой праздник, на день рождения, на Новый год, на 8 марта. И он не только как игрушка, он же как и подушечка, и как игольницу можно его использовать. Татьяна Судаева представила на экспозиции 30 своих объемных картин в технике квилинг. «В бумаге мы выражаем свое внешнее, внутреннее чувство, внутренний мир. Гармонично начинаем. Пальчиковая гимнастика развивает наш мозг и правые полушарии, которые отвечают за эмоции, воображение, интуицию». Любой посетитель выставки-ярмарки мог приобрести понравившееся ему изделие. «Пока я приобрела себе вот такие летние заколочки, но планирую еще одну картину приобрести, которая мне очень понравилась, и я думаю, что она очень пишется в мой интерьер домашний». Творческое направление – одно из самых востребованных у участниц программы «Активное долголетие». Как говорят сами мастерицы, рукоделие успокаивает и отвлекает от грустных мыслей. Это своего рода медитация, сочетание покоя и созерцания, а также прекрасный способ получить массу положительных эмоций. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.